Всем привет! Это вечерняя трансляция из шо-рома дисга МТН. Сегодня будет обзор от Алексея. Замечательные гитары. Schecter Blackjack SLS C7. Уже, я думаю, по первым рифам можно понять, что гитара звучит здесь достаточно круто и мощно. Задавай, конечно. Вопрос у кого-то был. Всем привет! Да-да-да, собственно говоря. Вопрос. Где вопрос? Мы готовы на них ответить. Вот. Что будет, если на обычную гитару повесить струны от баса? Будет джент! Пиндец! Начальника! Да крантец что будет в гитаре. Ну, если не натягивать, то ничего не будет. Нет, некоторые ставят, я знаю, в первую, вторую, чтобы там братуха-джентуха всякая была. Ну, я восьмую ставлю иногда от бас-гитары. 105 струну ставлю. Так, ребят, привет! И девчат! Сегодня с большой радостью очень хочу вам показать эту чудесную гитару. Да, давай её покажем тогда всем. Это одна из лучших, на мой взгляд, линеек компании Schachter. Значит, немного расскажу по спецификациям. Корпус красное дерево. Гриф клен, гриф кленовый. Три полоски клея, переклеенные в разбег волокон для жёсткости. Накладка чёрное дерево. Да, датчики какие у нас? Датчики Seymour Duncan Full Shred. Покажем их поближе тоже. В бридже стоит Full Shred. А в Neck'е у нас стоит SH-1. Классическое сочетание такое? Да, значит, присутствует осечка. Да, вы делаете чпок и у вас раз и сингл из хамбакера получился. Ну, это как бы номинально, да. Практически, конечно, это не совсем то, что сингл. Но, тем не менее, звук получить близкий к сингловому достаточно просто. Трёхпозиционный переключатель, матовый, брутальный чёрный цвет. Да, смотрится она шикарно на самом деле. Изначально данная линейка гитара выпускалась с инкрустацией в виде черепа на 12-м ладон. Можно будет, можно. Сейчас чуть-чуть, попозже это сделаем. А ваши лайки нам помогут ускорить этот процесс. Да, поставьте лайки, ребята. Ну, мы же стараемся, делаем обзорчики на вас. Вот, вот, другое дело. Кстати говоря, мензура у данной гитары 26,5 дюймов, что является баритоном уже. И даёт нам возможность опускать строй достаточно низко. Да, что немаловажно, кстати, взять тяжёлую музыку. А сейчас мы это и проверим. Немножко чистого звука для начала. Да, давай чуть-чуть потише, может, сделаем. А, ну хотя... Много, не мало. А, ну хотя... Много, не мало. Звучит она, правда, здорово. В дроп соль, на самом деле, можно её опустить. Но надо поставить струны от восьмиструнной гитары без первой струны. И без проблем совершенно это всё играется. Да, ребята, поставьте лайки. Смотрите, какая композиция у нас играет под вечер. Отлично. Вот, тут, кстати, очень хорошо можно даже проверить, как звучит с отсечкой. Вот, раз, делаем магический чпок. Да, и если получился не страт, но что-то такое похожее. Я хочу заметить, это красное дерево, ребята. Вот так вот она звучит с отсечкой. Отключаем отсечку. Да, сразу глубина такая пошла. Да. А теперь... Немножечко... Сейчас она у нас встроена в стандартном строе. Седьмая струна. Соль. Ревер выключим, потому что ревер это не для металла. Да. На передрузе она раздывает все свои волшебные свойства. Именно оно. Именно оно. Именно оно. Обратите внимание, сочно и в то же время читаем ее звук. Ничего не теряется. Каждая нотка окон слышна. Отлично, отлично, ребята. Ставьте лайки. Алексей поиграет еще для вас немножечко. А сейчас мы ее настроим еще ниже. Опустим дроп. Алексей просит соло. Как так соло сегодня? Пустили мы ее в дроп. И заметьте... Прошу заметить, что читаемость не теряется. Абсолютно. Поддержите Алексея лайками. Очень хороший динамик у гитары. Да, очень сочный такой звук получился. Прям вот вообще. Говорят, брюки у тебя хорошие. Кого позвать? Брюки хорошие у тебя говорят. А, а... Не на лабутенах новых видео, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отлично, ребята. Алексей играет без фонограммы, поэтому только ваши лайки поддерживают его. Милана 1.3.2. Сам такой. Кстати, просто пора флажолетов еще сделать. Пустили мы с ним не сможем. Не знаю, что я на лабутенах. Т.е. Не знаю, что я на лабутенах. Т.е. Да, не сто, не сто знатные, на самом деле, получаются. Так и я смогу, ты Мурку давай. Ну, собственно говоря, народ просит, будет и Мурка. Нельзя играть Мурку. Пишут, а диссонанс можно провернуть или это из раздела из Ёбского? Так, просят Металлики. Металлики немножечко. Можно Металлику у нас? О, да. Да, Металлик тут тоже специфическое, может получиться на этом инструменте. Ну, кстати говоря, очень забавно получается, если на седьмой струне, на самом деле, играть их песни. Они совершенно по-другому звучат, очень забавно. Самое интересное, что я не успел это ему передать, но он услышал, видимо, местально. Давайте, ребята, лайки, лайки ваши. Отлично. Прекрасно просто. Слышишь, хороший сустейн у нее. Да, дали ноту и можно идти курить. С таким сустейном можно даже Гарри Мурку и поиграть. Извините, не удержался. Мы находимся на улице Велозаводская, дом 9 в Москве. Как-то не любят. Басистов очень даже все любят. У нас тут периодически басовые вечера проходят. И Великим Луком тоже привет от нас. Пишут рыжего давай. Сейчас будет немножко рыжего. И еще Пантеру просят. Говорят, рыжий норм. Ха-ха-ха. Вот, вот это совсем другое дело. Теперь они, кажется, скоро вылетят за крышку планшета. Молодцы. Забыл. Забыл. А Пантерку сможем? Можно я другую тогда возьму, гитару? Струн многовато для Пантерки. Ну, да, как бы. О, сейчас расскажу еще про один крутой инструмент. Охренительский вообще. Это пока втыкаю шнурок. Джексон подписной. Фил Деммель. Машин хэт. Да, да, да. Палка жара вообще реально офигенная. Спасибо, мы стараемся. Да. Пишут, ребята, это все норм, но не забудьте в церковь сходить. Ха-ха-ха. Ну, да, да, да. В протестантскую. Ха-ха-ха. Ну, это не концерт все-таки по заявкам. Вот. И Алексей тоже как бы не знает все песни в мире. Алексей еще работал ручками целый день, поэтому немного устал. Ну, да, но на самом деле мы все равно делаем эти трансляции. Знаете для чего? Для того, чтобы ставили лайки и делали это как можно больше. Больше лайков предправляют нас на новые трансляции. Молодцы, ребята, молодцы. Бросит, кстати, ее на клинии. Бросит на клинии. Эту? Да. Ну, вот так вот, кстати говоря, на клинии. Оно у нас получается. Да, кстати, ребята, молодцы, делились трансляцией. Я думаю, многим будет интересно посмотреть на хорошие гитарки на всех этих друзей. Я думаю, мы регулярно будем делать подобные обзоры. Алексей, говорят, ты здорово играешь. Спасибо. И налажал тут же. Сглазили. Ну, ничего страшного, прямой эфир. О, тебе тут больших пальцев наставили целую кучу просто. Спасибо, спасибо, он старается. Спасибо. 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 Привет. 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 А ты попили гитарки в целый день. Посмотрим, как ты сыграешь. Миша, ты знаешь Томаса Де Лонга? Томас Де Лонг? Нет. Нет, мы не знаем этого чувства. Ох, слушай, это самое, тут пишут. Металлика. Блин, там еще что-то было, короче. О, давайте угадаем мелодию, сыграем. Кстати, хорошая идея. Да, это именно его работа. Он гитарный мастер. Целый день работает руками. Пишут, Линкен Парк, Слеер. Да, кстати, вот что это такое, кто-нибудь угадает? И это мелодия группы. Так, внимательно. Ну, кто это, напишите правильный ответ. Нет правильного. Пока молчание, да? Попробуем с другой стороны подойти к вопросу. Это значит, что он чинит гитары, ремонтирует их. А эту кто-нибудь угадает? Что, ребята, ну вы Слеер-то спасло. Слеер Rain and Blood, кажется. Да здрасте, пожалуйста. War Ensemble. И тебе привет, мы играем с Москвы. С музыкального шурупа дисга AMD. Велозаводской 9. Кстати, у нас 63 человека, 64 уже трансляции. А вот школьник какой-то подключился, пишет всякие гадости. А эту мелодию знаете что-нибудь? Откуда, Рис? Ну, ребята, ребята, это металлика. Ну, реморс. Забыли совсем. Бишет, что ты здорово играешь. Ну, а это? Ну, я смотрю, это сам пишет Megadest, там робко был такой этот ответ. Ну, да, почти, очень близко. А тем временем, множество 74 человека в трансляции. Я вижу, прям лайки взлетают наши Дэнни Бес. А если еще немножко потыкать? Вот, вот, спасибо, ребята. Это просто отлично. Да ничего страшного. Абитуари, да, была такая группа. Алексей, если бы ты знал, чего только не просит сыграть. И наутилус Пампилисом, Скотт Хендерсон. Вот. Что-то еще просили? Я уже даже не помню. Я не все успеваю просматривать. Black Sabbath, Moscow Calling, Горький парк. Да не, басист не нужен, мы же... Не группа музыкальная. Мы работаем все здесь. Меня зовут Ринат, я, кстати, тоже здесь работаю. Да, у нас сегодня был тоже Ники Билишликин. Вот, зовут его Павел. Навязал на басу, очень даже здорово. 83 человек этим временем. О, Ринат, я придумал классную забаву. Взаимно, Денис, взаимно. Так. Так, ребята, давайте поступим следующим образом. Вы сейчас выбираете гитару. Любую вот из тех, что вы видите. И мы ее вам покажем, как она звучит. И так далее. Еще сделано красную. Красную? Какую? Какую, какую? Я сейчас вот подойду. Леспол, конечно. Леспол. Леспол рулит. А, давай посмотрим вот этот Дин. Это не совсем Леспол, правда. Да, это Дин у нас. Так. Перехватываю. Ага. Кстати, хорошая идея. Потрясная палка. Хороший выбор. Да, если что, это наш жаргон. Мы все гитары так называем. Значит, это Дин. Полностью из красного дерева. Блин, что про него сказать. Это мясо, перерабатывающий просто инструмент. Отлично, ребята. Поддержите, Алексея лайками. Больше лайков, больше мяса. Алексей, 80. Ну, не знаю, может, минут 10 уже идет. Майкл Шенкер. Гоуслип Драгонард. Что-то это не пишет. Капитан Немо. Но мы периодически делаем такие трансляции, на самом деле. Вот. Это у нас, кстати, да, такая здесь памятная интерпретация из СГ от Дина. Сейчас, да, согласен. Насчет тайм-негатив. Похоже. Ну, еще что-то ждешь. Каннибалов, давайте. Слепнот, Вилл, да. Нет, это не СГ. Это вариация на тему СГ от Дин. Не балов. Сыграйте, пожалуйста, Моторхед. Что-то вызывает. Да, нам звонят. Одну секундочку. Моторхед. Кстати, на тему Моторхед, я думаю, мы отдельно сделаем с басом. Будет весело. Да, мы готовим кавер, хороший, жирный кавер, и сделаем ее, наверное, на песню всем известную и наиболее всем известную. А может быть, даже и не на одну. Да, ну, начнем мы с Ace of Spades, например. Давайте еще какую-нибудь посмотрим гитарку. Так. Ну, давайте, я думаю, последнюю на сегодня мы гитарку выберем. Ребята, вот смотрите, сколько висит их. Вот, какую. Выбирайте. Смотрите, сколько красивых. Ибанез, говорят. Ибанез. Где, где тут Ибанез-то? Вон у нас два Ибанеза. А, вот два Ибанеза. А, вот третий Ибанез. Спасибо, приятно это слышать. Мы стараемся. Эпифон, Ибанез, черную. Какую черную? Их очень много черных. Как машинку красненькую. Гипсона, говорят, стратокастер. Эпифон прозвучал несколько раз подряд уже. Давай посмотрим эпифончик. Давайте эпифон, да, тогда Алексей. Вот возьмем, ребята, эпифон. И так. Было дело. Она, в принципе, и красненькая. Вот. Прекрасный, прекрасный вариант. Если у вас нету... Кстати, вы знаете, сколько стоит... Я сегодня узнал, сколько стоит Леспол Стандарт в магазинах. Не знаете? Двести шестьдесят... Сука, тысяч. Да, двести шестьдесят тысяч. Так вот, если у кого-то нет этих сумасшедших денег на новую гитару, которая запредельно дорого стоит... Да, покажи еще раз, вот так вот возьми. Да, собственно говоря, можно вполне воспользоваться бюджетной версией Холиспола. Очень честный, очень хорошо исполненный вариант, вариация на тему гипсон Стандарт. Значит, сделано все это дело из красного дерева, из очень даже неплохого. Имеем мы здесь всего лишь... Всего лишь два куска, между прочим. Это очень неплохой показатель для бюджетной гитары. Да, бюджетная гитара, два куска, это отлично просто. И, кстати говоря, настоящий топ, я вам хочу заметить тоже. Да, это... Это не шпон, да? Это топ. Это хороший глиновый топ. Давайте послушаем ее немножечко. Алексей, мисфит, сможем сыграть. Ой, мисфит, не слышал уже, к сожалению, сто лет. Надо бы переслушать хорошие мысли. Пойду сегодня послушаю. Ну да, кстати говоря, может быть, может быть. Да, давай написать, да будет это последнее на сегодня обзорчик. Сейчас, смотрю, уже 67 человек, как бы народ... Народ надоело смотреть гитарки. Что он... Есть гитара в США от самого Тома Де Лонг. Стоит около 20 тысяч. Ну, такое бывает, да. Кстати, обратите внимание, какой приятный у нее звук. Голубокий, вполне себе Лисполовский. Ну, наверное, уже не будем сейчас мы это ничего играть. Как раз сейчас на верхнем датчике, да, вот это все играется. Да, да, это был на какой датчике. Вот, даешь блюз, пишет. Да, молодцы, ребята, ставьте лайки. Да, такой приятный звук у нее на самом деле. Значит, гитара, если вы хотите, Лиспол. Да, кстати, у нее здесь еще куча отсечек. Очень прикольный вариант. Звучит очень близко. Я бы даже сказал, что... Ну, не хуже студио американского, это точно. Большой плюс по поводу гитары Epiphone. Следующий. Epiphone производится на собственных заводах Gibson, которые находятся в Китае. То есть, они не отдают свои заказы на аутсорсинг другим производителям, как Корт, например, заводы Корт, на которых производится несколько брендов гитар. Потому что Epiphone, как дочерняя компания Gibson, делает гитары только на своих собственных заводах. Поэтому качество... Вы можете прийти сами в этом убедиться. Да, качество хорошее. Ребят, будем закругляться, наверное, на сегодняшний вечер. Да-да, сейчас единственное, мы сейчас скажем цену на этот инструмент. Вот тут спрашивают. Вот. Ребят, все, к сожалению, что вы просите, не можем сыграть. Вот. Просто по причине, ну, физической чистой. Вот. Это просто невозможно. Если бы сыграли все, что вы написали, я думаю, трансляция длилась бы до утра, на самом деле, как минимум. Да, я бы с удовольствием очень устал. Да, все-таки... А, слушай, уже 21, 29. Вот. Да, а так, кстати, да, гитара весьма-весьма-весьма неплохая. Ну вот. Хорошая. Очень красивая. Вживую смотрится намного круче. Посмотрите на сайте, заходите к нам в группу ВКонтакт. Да, disgmt.com. Это наш сайт. Вот, гитарка, кстати, стоит 29 тысяч рублей всего-навсего. Да, 29 тысяч рублей. Состояние близкое к идеалу. Да, то есть там никаких царапинок, коцечек, ничего нету. Вот. Еще раз, да, покажу, вот, действительно, шоурун наш. Вот. Здесь мы слушаем гитары. Можно играть на барабанах. Завтра не килбэк просят сыграть. Ну, не знаю, посмотрим. Не буду обещать. Вот, здесь у нас также басовый аппарат есть. Вот. Кстати говоря, на тему басистов, вот, есть у нас совершенно убойнейшая 450-ваттная голова. Вот. Через нее тоже играем. Вот через этот вот комбик, стек басовый, огромный, гигантский. Можно через нее играть либо никак, либо очень громко. Вот. Ну, что же. Спасибо, что были с нами. Вот. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что послушали. Заходите к нам. Я покажу вам нашу мастерскую. Ренат вам покажет весь шоурум. И все ребята, которые у нас работают, вас встретят. Покажут все, что вы захотите. Вы можете послушать любую гитару. Пойдемте посмотрим, что у нас есть еще. Здесь у нас струны всех возможных калибров. Патчи, медиаторы, шнуры, укулеле шикарные, дорогие и не очень. Здесь мы имеем огромный... Грозному привет! Педали, полно, полно педалей. Покажи, прекрасные педальки Rocktron. Да, кстати, педальки правда отличные. Кучи, ребят, у нас очень много микрофонных систем. Дешевые, бодрые педали Invasion. Вся линейка, последняя SCS от Ярасова у нас в наличии. Да, соответственно, жижи, педальки маленькие, педальки большие. Мойера, Джоя, очень много всего очень крутого. Очень много чего хотелось бы вам покажать. Да, в принципе, здесь у нас мастерская наша. Ну, тут, в принципе, уже на сегодня работа завершена. Но она будет продолжаться и кипеть завтра. Так что заходите к нам, у нас много интересного. Есть у нас Wi-Fi, облегчение для вдохновения. В общем, все удобства. Вот. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. С вами был Алексей. Есть, все есть. И я, Ренат. Вот, за этим мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. У-у-у-у-у-у-у-у.